Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. Студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Глава курорта обсудил планы на будущий год с представителями греческой общины. Почтовое отделение Станицы Гостогаевская ждет хозяйской руки. 2016 год объявлен годом России в Греции и Греции в России. В селе Витязево представители греческой общины обсудили с главой курорта Сергеем Сергеевым намеченную культурную программу. В то же время уделили внимание развитию села Витязево и вопросам благоустройства. Круг вопросов на встречу с главой Анапы витязевцы обозначили сами. Витязево по-прежнему курортная мека. Но проблем особенно высокий. Сезон в селе немало. Делается большая работа по благоустройству нашего поселка. Это асфальтированная улица, это обустройство остановок, замена устаревших водопроводов, обустройство улицы Мира и многое-многое другое. Но для того, чтобы наше село было еще более привлекательным, нам нужно еще многое. Незаконная торговля и все вытекающие последствия, антисанитария, проверки контролирующих служб, изъятие суррогата – все это не работает на положительный имидж курорта. И тем более на благосостояние местных жителей. Ведь нарушители в основном приезжие. Леет мотив встречи – порядок надо наводить вместе. И витязевцы обеими руками за. И готовы во всем поддержать главу курорта. По поручению главы с начала будущего года уборочная техника будет работать в Витязево наравне с городом. Санитарную уборку будет финансировать муниципальный бюджет. Острая тема – пляжи и состояние акватории. Нагромождение построек не позволяли в этом году подойти к ромке воды крупногабаритной техники. Незаконные постройки по решению комиссии снесли. Но где гарантии, что в будущем году ситуация не повторится? В сфере несанкционированной торговли немало проблем. Может ли нестационарное кафе работать без электричества, без воды? Попробуйте вы, попривозите и дизель поставьте. Вам не дадут на пляже, чтобы он тарахтел, понимаете? Кому-то помазал. То есть получается, мы когда все вместе сидим и принимаем решение, тогда где Роспотребнадзор? Они должны первые туда прийти, как он открылся, и спросить. А ну-ка, салитарные книжечки дайте. А ну-ка, то, а ну-ка, это, дальше. Электросети. Энергоснабжающая организация должна прийти и сказать, кто это тут в песочке прорыл и положил кабель. Следующий кто должен? Опять Роспотребнадзор прийти и сказать, ребят, а у вас канализационные стоки, то, о чем сейчас Дмитрий говорит. Она же, это все фильтруется через песок и попадает в муфту. Куда канализационные стоки идут? Никуда. Тогда, дорогие друзья, поднимайте кафе и уносите отсюда. И правила должны быть едиными для всех. Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Дмитрий Ерохин рассказал о грядущих изменениях в области земельного законодательства. Коснутся они и эксплуатации пляжных территорий. Заместитель главы курорта Людмила Мурашова отметила, что на будущий год намечен обширный план культурных и образовательных мероприятий. Но главное принято решение о строительстве Центра национальных культур. И это уже реальная перспектива. Сегодня я хочу сказать огромное спасибо нашему Сергею Павловичу за то, что практически земля, о которой мы говорили, что хотели получить по Центру национальных культур в районе нашего Дома культуры, она практически уже оформлена. Вот постановление, где мы провели все, кадастры, уже практически документы на выходе, так скажем. Остается там маленькие нюансы. С 2016 года в России планируют запретить продажу так называемого сухого алкоголя, произведенного из специального порошка и воды. Предложение о запрете было вынесено заместителем главы Росалкогольрегулирования Владиславом Спириным еще летом. Более глубоко тема стала обсуждаться лишь после того, как осенью случились массовые отравления суррогатными напитками. Мнение НОПЧА на законодательной инициативе узнавала наша съемочная группа. Я помню, когда все винзаводы, любой винсовхоз выпускал нормальное вино, натуральное. Но это же совсем другое дело. Это химия. Я за. Пусть лучше вообще не будет никакого, чем такого. Совершенно правильно. Да. Пусть запрещает. Вот это вот порошковое, что сухое, это все отрава. Порошковое. Это просто работа на массовость и зарабатывание денег за счет здоровья нашего населения. Зачем травить организм? Лучше все натуральное, чтобы было. Ну, правильно. Пусть запрещают. Пусть нормально что-то делают. В станции Гостогаевской жители жалуются на антисанитарное состояние отделения почтовой связи. Больших перемен не требуют. Лишь просят привести помещение в порядок. Обшарпанный фасад, ржавая табличка с адресом и вывеска «Почта России». Вот что встречает жителей станицы Гостогаевской на входе в почтовое отделение. Впрочем, внутри ситуация не лучше. Облупившаяся краска, помещение, которое находится без ремонта последние 36 лет, и обычная печь, которую топят дровами. Централизованное отопление есть. Но, по словам работников почтампта, оно не работает. Касса сегодня одна принимает. Такое же неприветливое здание ждало нашу съемочную группу и на месте второго отделения местной почты. Замусоренная территория вокруг, грязные окна, обшарпанный фасад. Местные жители шутят, мол, отделение работает как раз под стать своему облику. А мы задаемся вопросом. Навести порядок на своем рабочем месте и рядом с ним можно и без больших затрат. Было бы желание. В крае и в Анафе в том числе в преддверии праздников стартовал очередной этап профилактического мероприятия «Пешеход». Пешеходы спешат по своим делам и зачастую не обращают внимания на установленные дорожные знаки. Переходят в проезжую часть, где придется. Халатные отношения нередко становятся причиной аварий. В настоящее время у нас стабилизировалась общая остановка с аварийностью в городе-курорте Анапа. Но наряду с этим все равно происходит рост дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Люди сейчас суетятся, посещают рынки, магазины различные. То есть повыходили на улицу и движение пешеходов увеличилось. В усиленном режиме патрулируются оживленные перекрестки вблизи рынков и общественных мест. Даже ребенку понятно, что переходить дорогу нужно в специально установленных местах. А водителям стоит быть внимательнее и при движении уступать преимущество пешеходам. За предыдущее проводимое мероприятие «Пешеход» сотрудниками отдела ГИБДД по городу Анапа было составлено 124 административных материала на пешеходов, которые нарушали право движения, и 48 материалов на водителей, которые предоставляли преимущество движения пешеходов. Всего за пять дней операции рекорд нарушений уже побит. Нарушителей пешеходов выявлено 126. И 41 протокол об административном правонарушении составлен на водителей. Нарушителей заплатят штраф. На курорте продолжается посещение нуждающихся в особой заботе семей. Сотрудники социальных служб уже побывали в 66 семьях, нуждающихся в особой заботе государства. Участники рейдов разъясняют родителям и детям правила безопасного поведения в быту и нормы пожарной безопасности. Получают семьи и неотложную помощь. Так, 13 семей из Анапского, Первомайского сельских округов и Анапы получили консультации по оформлению различных документов. Пяти семьям выданы продуктовые наборы. Семи семьям в Анапском округе вручили новогодние подарки – одной детскую обувь. Всем родителям рассказали, как получить помощь в рамках акции «Вторые руки», а также найти работу через Анапский центр занятости населения. Но главное им еще раз напомнили – оставлять детей без присмотра, тем более в вечернее и ночное время, нельзя. Это верный способ избежать беды. А завершит выпуск прогноз погоды. В четверг, 17 декабря, в Анапе малооблачно с прояснением, без осадков. Температура воздуха днем – 0,2 градуса. Ночью – до 1 градуса тепла. Ветер северо-восточный – 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление – 770 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 5 градусов. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.